Всем привет, ребята! Ну что, давно мы не виделись в рамках моих вот таких выпусков, где мы поднимаем какие-то общественные резонансы, вы все знаете, да? Были у меня командировки, было много разъездов, разъезды еще впереди много, была проведена встреча всех руководителей Северных Человеков, я вам показывал, все замечательно, ребята, на мотивации, работаем дальше, в принципе, все идет очень даже хорошо. Ну, естественно, затраты большие идут как своего времени, здоровья, нервов, денег, но поэтому мы являемся пассионарными людьми, потому как создаем для того, чтобы все-таки была польза для всех. И вот о чем мы сегодня говорим, потому что я эту тему говорил несколько дней, просто никак не мог добраться до кабинета, чтобы нормально записать. И вот хотелось бы поговорить две темы. Помните, да, у нас недавно азербайджанец-борец напал на сотрудников ДПС, подрался там, сделал проход в ноги, подрался и свалил. И никто его нахер там не застрелил и не подстрелил, как минимум, да? И потом у нас сейчас гуляет тема по поводу того, что у нас мигранты вот так получают травматы, как только получили паспорт, они все валят за травматами. И никто не задумывается, я думаю, о глубинности данных вопросов, и вот об этом мы сейчас поговорим. Вот смотрите, как я на это смотрю. Вот у нас пошел спор, я выкладывал видео по поводу этого азербайджанца, я, может быть, сейчас его сюда вмонтирую, может быть, в конце поставлю, кто не видел. Вот он напал на сотрудников ДПС, он там какой-то борец, весь, блядь, в медалях, он там напал, повалил, подрался и уехал. Я сказал, почему никто ему там хотя бы ногу не прострелил, не вшатал его там, вообще не застрелил нафиг в принципе, что он нападает на сотрудника при исполнении. Да, это ДПС, это чуть-чуть другое, но все-таки это силовая структура. И мы возвращаемся к случаю из Новосибирска, из-за которого был дикий кипиш. Помните, когда сотрудник ДПС случайно застрелил, кстати, по-моему, тоже был азербайджанец, у них, видимо, какой-то свой прикол по поводу ДПСников нападать. Он его случайно завалил, был большой кипиш, кипиш поднял я, ну, я сильно поднял, то есть, вплоть до того, что на все каналы звали, вплоть до того, что новосибирские менты на меня заяву накатали, меня вызывали в ЦП Воронежа, что якобы я распространил информацию левую. На самом деле, до того, как я эту информацию рассказал, и как она вообще попала в СМИ с этим происшествием, у меня уже была частная переписка голосовыми из чата ДПСников, которые сами сказали, что съезжаются к отделу азербайджанцы вооруженные. Потом все это было затерто, потому как включился Бастрикин, полетели шапки у ментов с Новосибирской области, и они решили, что виноват я. Ну, все нормально, в принципе, все сложилось. Но я за мужиков заступился, так скажем, да, и потому как я считаю, что застрелил, потому что такая ситуация была, нехер кидаться на сотрудника. И вот у нас опять ситуация. И к чему я? Начали писать в чате, мол, действующие сотрудники, мол, да вы даже не представляете, что такое применить, какая там дальше идет канитель с бумагами, поэтому и боятся применять и так далее. Вот я сейчас буду резюмировать, я не буду копать глубоко, просто, может быть, тогда у нас менты пускай ходят с пластилинами или пластиковыми пистолетами, как помните, с пульками, с розовыми, такие в действии были у нас. Тогда зачем им вообще оружие? Нахрена? Если, чтобы его применить, нужно там, оказывается, 800 тысяч раз подумать, предположить, обосраться, испугаться, подумать про бюрократизм. Пускай тебя лучше азербайджанцы пиздят. Не азербайджанцы, кто угодно. Или русские. Кто угодно. Пускай сотрудника бьют, оскорбляют, снимают на камеру, кидают ему в лицо документы или еще что-то. Или дерутся с ним. Помните, у нас был случай в Севастополе, когда чеченцы прямо сказали сотрудникам, что у нас тоже есть оружие, хули ты здесь, давай рамсить. И никто их не поломал. Тогда зачем вообще это все? Почему у нас исполнители, как бы, власти, так скажем, представители, да, разных структур, не могут применить? Да, начинаются разговоры, да вы смотрите, у нас сейчас начнется конкретно военно-полицейское государство, начнется беспредел, как в Америке и так далее, и так далее. Блин, ребят, я не знаю, я был в Америке. Тебя останавливают полиция, ты просто нормально разговариваешь, тебе голову не делают. Вот если начнешь что-то там бузить, эх, она. И все это прекрасно понимают, прекрасно все это понимают. Хотя у меня в Америке была погоня во время шторма. Катрин, который разбил Новый Орлянд, да, я видел этот шторм, был рядом. Нас там принимали, ну, как бы, поломали чуть-чуть, но ничего, никто не застрелил, мы там побузили, немножко нас отпустили. То есть не было такого, что нас всех сразу перестреляли нафиг. А у нас получается ситуация другая. У меня вот есть хороший такой знакомый, который уже на пенсии, который со званием, который много чего повидал, и мы с ним дискутировали на эту тему. Я говорю, ну, а как так? Он говорит, да потому что очень много кто просто стремается, как он это назвал, включить мужичка. И это хорошая фраза на самом деле. Возможности-то есть, просто, он говорит, мало кто берет и включает мужичка вообще в принципе, когда касается деятельности. Кто-то боится начальства, кто-то еще что-то. Но я считаю так. Если нападают на сотрудника, он имеет право стрелять. И он не должен ссать, он не должен бояться. Он должен брать и, как говорится, включать мужичка. Поэтому те ребята, которые нам начали писать, мол, типа, да вы не представляете, применить табельное, прекратите нахер. Ну, давайте тогда наши спросы начнут ментов шпунять на каждом углу. Пинка под жопу начнут уже давать, потому что, ну, нельзя же как бы там что-то сделать. Нападать будут. Случай из Новосибирска очень показательный. У нас митинги разрешены, не согласованы, нет. Но у нас по Новосибирску проехали азербайджанцы с фотографиями, с плаками, орали, свистели, стреляли в воздух. Что там, был какой-то кипиш? Не особо так. Кипиш был, когда меня тут начали заваливать заявами. А ДПСники, которые меня где-то останавливали в городах, там, на машине, они говорят, Михаил Федорович, спасибо, что вы за нашу память вписались. Я говорю, конечно, я буду вписываться. Какого хрена? Какого хрена у нас такое происходит? Поэтому, я не знаю, как будет меняться ситуация дальше, но я считаю, что напал, стреляйте. Напал, стреляйте. Учитывая, что везде есть камеры, везде есть видеорегистрация, вы спокойно сможете подтвердить, что действительно было нападение и был смысл применять табельное оружие. Едем дальше. У нас, получается, силовым структурам, чтобы применить табельное, там, я не знаю, с танка должны в них стрелять. Да, окей, хорошо. У меня тоже есть хороший знакомый, который не смог получить разрешение на травмат, он русский, родился, вырос, все. Он не смог получить разрешение на травмат по одной причине, там, по психологии, что-то там связано. Хотя человек ровный до ужаса, опыт охренеть какой. Ну, как ему можно было отказать, я вообще, вообще не предполагаю и не понимаю. Но при этом у нас, да, действительно, я проверил информацию, ребят, да, действительно, мигрант получает паспорт и может сразу валить за травматом. И им дают эти разрешения, он, сука, язык не знает. Он язык не знает. Как это происходит? Взяточниство. Берут бабки. Наши русские люди берут бабки на местах. Учитывая, что это не какая-то государственная или муниципальная организация, где сидят невесчастные бюджетники, у которых нет денег, ему нужно кормить семью, у него кредит, поэтому он, типа, берет взятки. Нет. Это частные практически организации, половина из них коммерческие. И там просто обогащаются. Им без разницы, что, сука, приехал вот этот абориген, извиняюсь, я еще раз говорю, не все понятное дело, но вы же видите, что очень-очень много. И ситуация меняется в худшую сторону. Приехал вот этот товарищ, язык не знает, культуры не знает, мало того, он практически ненавидит то, что здесь происходит. И он идет за травматом. И им их дают. А наши пацаны, чтобы получить травмат, там охренеть какая-то процедура. И не дают еще многим. И вот у нас товарищи эти вооружаются. Я вам тысячу раз говорил и продолжаю говорить. Мигранты это самый большой потенциал к революционным движениям. Именно их будут использовать. Их уже начинают использовать. И в это время они у нас вооружаются. У меня вопрос, когда это контролироваться-то начнет? И вот мы резюмируем. То есть, наши полицейские не могут применить оружие, которое им принадлежит как бы по закону, выдается, по работе, а не выполняют свой долг. Но у нас приезжает мигрант, который не пельме вообще нахер по-русски, как говорится, да, старое выражение из Казахстана. Вот. Но он пошел, получил травмат. И они потом угрожают этими травматами. Они применяют эти травматы. Почему? Потому что он применил, это мы сейчас говорим про преступников непосредственно, да, про плохих людей. Он применил, что он делает? Он валит обратно сразу в свою республику. Вот он только человека подстрелял, он уже через два часа в аэропорту. Он приезжает, ему помогает диаспора. Он приезжает к себе в республику, меняет одну букву в своей фамилии, получает новый паспорт, подает, что якобы он потерял свой паспорт на потерю. Меняет фамилию, получает новый паспорт и возвращается. И ему помогает диаспора вернуться. Почему? Потому что там большой общак, он платит за это деньги. Поэтому они друг друга поддерживают. И получают травматы. Что происходит, сука? Пока у нас там мужики под Бахмутом. На всех направлениях. Я знаю все это. Они там за родину сражаются. Они еще сражаются за всех наших мужиков. Разные там национальности присутствуют. Да, но мы знаем, что в большинстве все-таки дают славян. Но у нас при этом завозится херова гора мигрантов. Они мигом за полгода получают паспорта. Потом привозят 8 своих братьев. Эти привозят 3 своих жен. Рожается 800 детей. Они получают оружие. Они получают подарки для диаспоры. И вот они у нас здесь шнуркуются. И потом еще у них есть чаты, в которых они открыто занимаются русофобией. Не все, повторюсь. Но ребята очень-очень много. Поэтому какой у нас вывод? Ребята служивые. Ребята полицейские. Еще что-то. Вот в таких ситуациях, пожалуйста, не дискредитируйте себя. Чтобы над вами потом не потешались и обесценивают вас уже абсолютно все. Применяйте. Если ситуация это требует, применяйте. Ничего страшного. Мы будем за вас заступаться в всем мир. Мы будем объединяться и заступаться. Мы будем это делать. Применяйте. Вот этого азера, который я называю именно азер, потому что это свинья, а не человек. Там выяснилось, охренеть какая у него там послужная идет вежуха. Вот этого товарища, ему нужно было просто прострелить ляжку нахер. И пускай бы он там корчился. И ушко его подломанное тоже можно было бы отстрелить. Делайте. Мужики, делайте. Времена меняются. У нас уже не мирное время. Да, у нас нет юридического статуса войны. Но вы понимаете, в какой мы ситуации. Свет нашей нации там сейчас. Если вы здесь будете давать им вот такое вот исполнять, нам жопа, по поводу выдачи мигрантам травматов, я считаю, это вообще нельзя делать. Я считаю, что должны быть, ну сейчас проконсультируюсь с нашим адвокатом, он же действительно куда-то написать какое-то большое коллективное заявление, чтобы об этом, в принципе, вообще взяли на контроль. Но это задница. Поэтому еще раз всем объединяться, нашим вооружаться, иметь правильное понимание использования оружия, тренировки обязательно. Помощь друг другу обязательно. Всем большое спасибо.